Жидкое телевидение Жидкое телевидение Я Макс Афанасьев Как сказал Рома, совершенно верно Представляю Центр молодежных инициатив Тотем Мы образовались там, не знаю, миллион лет назад Но только пять лет назад мы решили Убрать все остальные программы в Тотеме И основная доминирующая Программа, которая работает и сейчас Это программа, связанная с культурой и искусством Представься Я Александр Юдин Я к документальному кино вообще не имею никакого Отношения, я снимаю кино Игровое, короткометражное Но мы с Максом друзья И в общем-то всегда Помогаем друг другу, как и весь наш коллектив Друг другу что-то делать Окунулся в этот процесс создания жидкого телевидения Сейчас такая вещь Поскольку она действительно Как бы вот за рамками обычного кино Я решил все-таки сделать такие вступительные 20-25 минут Такое изложить вкратце концепцию В чем соль жидкого телевидения И начну я вот с чего Каждый раз, когда я спрашиваю у своих студентов Почему? Почему вам не нравится документальное кино? Они мне все говорят Ой, оно такое реалистичное Потом я им показываю шедевры Там Best of DocuDays и того же И потом спрашиваю Ну, ребята, как? Они говорят Вау, это классно, это так реалистично Поэтому первая часть это реализм Называется первая часть моей речи, моего спича реализм И, наверное, давай-ка первую картинку И отправимся мы с вами в 1564 год Это Питер Брейгель Для меня это как бы первое проявление хроникальности То есть до этого, если мы возьмем все искусство Периода до Возрождения Мы увидим великолепные постановочные вещи Мы увидим картины, которые были заказаны Либо духовенством, либо герцогами, королями и так далее И вот Питер Брейгель делает целую серию работ Которые, по сути дела, для меня являются таким Ютубом того времени Это хроникальные вещи Это сделано прямо со скетча Здесь нет постановки Ну, возьмите любое, покажем, да? Любое какое-нибудь произведение из Возрождения Где манерные позы Где выстроена классическая композиция А здесь, здесь как бы слепок с натуры Я вот хочу представить вам вот эту вот первую хронику И сосредоточить ваше внимание, собственно, на понятии хроникальное И далее документальное И теперь давайте мы сейчас с 1564 года Перелетим в какой-нибудь 1864 год Это период расцвета фотографий Ну, собственно, это еще не фотография, это еще дегеротип Происходит удивительная штука Вот наверняка вы видели кучу самых разных дегеротипов Большей частью это портреты Хотя где-то вот уже с 60-х годов Это и ландшафты, и уже все что угодно И художники того времени Которые, в общем-то, наращивали мастерство В реалистической передаче мира Увидели, что есть такие технические средства Которые любой ремесленник, который просто овладел техническим средством Может создать абсолютно реалистическое произведение Которое за 20-30 минут создается И по точности намного превосходит любые шедевры мастеров того времени И с этого момента, а тут еще наступают братья Лемьер Происходит удивительный слом А художники В период, когда они начинают вторгаться в эпоху модернизма Понимают, что уже как бы нет смысла просто копировать действительность И начинается вот это огромное количество измов Измов искусства, которыми полон 20-й век Нажми там кнопочку Идет, понятно, что вот просто Простое, реалистичная передача действительности Она доступна технарям И художник 20-го века становится, по сути дела, режиссером Он начинает создавать собственные миры И деформируется форма Вот каждый изм, который создавался в 20-м веке Это, по сути дела, режиссура отдельного мира И... Нажми еще кнопочку И вот теперь очень важный момент Вот теперь 1964 год 1964 год, это я зациклен на нем Два произведения Оба произведения выполнены в 1964 году Казалось бы, после тех огромного количества измов Сюрреализмов Магнетизма Ташизма и других измов Казалось бы, реалистическая живопись И реалистическая передача материала Должна уже камнуть в прошлое Тем не менее Вот два произведения Девушка Просковья из Переславля Вот Члена Союза художников И работа Замечательного Карпатского парня Энди Уорхола Эмпайр Вот Это произведение Это, наверное, вы знаете Это такой восьмичасовой фильм Снято с одной точки Вот это здание Вот разница между этими кадрами По-моему, час То есть Это, по сути дела, хроника Хроника Одного здания Здание, запечатленное На протяжении восьми часов Критики называют это здание И причисляют его к портрету Вот другой классический портрет Только сделанный в направлении Соцреализма Я надеюсь, вы слышали Что такое соцреализм Вот у нас два реализма Два реалистических произведения Оба представляют свою эпоху Оба представляют два мира Эти произведения Они парадоксальны Парадоксальны тем, потому что Они и похожи, и абсолютно не похожи друг на друга Вот Это чистая хроника Если мы говорим о ценности этого произведения Это просто хроникально запечатленное здание Вот здесь просто образ девушки Выполненный в соцреализме Вы видите, что это не точная копия Здесь нет вот таких точных переходов Здесь такой яркий мозог Здесь есть образ Здесь есть вот эта вот важная штука Которая, мне кажется, движет все искусство Это наличие художественного образа То есть переосмысление реальности художником Хроника и документальная То есть переосмысленная Я хочу, чтобы мы сделали вот что Давайте мы сейчас проголосуем Ну лайкнем топ-то Кому из вас больше нравится вот это произведение Американское, буржуазное Поднимите, пожалуйста, руку Замечательно Я там Вот, хорошо Кому нравится девушка из Переславля? Прекрасно, все отлично Вот теперь долго Подожди Ну да, в любом случае будет дальше Долгое время, пока я не столкнулся с телевидением И не стал Не принял участие в нескольких проектах, связанных с политикой Я реально был уверен, что Ну, я свой выбор делаю очень осознанно Потом, когда действительно я поработал на вот этом удивительном Вот тоже фотографии 60-х годов Это телевидение Я понял, что нет Увы, ни я, ни мои коллеги не делаем сознательный выбор Ну, разумеется, если мы сейчас будем говорить о том, что вот Жители Киева 64-го года и жители Киева 2014-го года В большей своей массе в любом случае выберут в плане желания ТТ То есть тачку и телку, и те, и другие Но момент того, как достигается эта цель, этого ТТ, будет совершенно разная Программа достижения этой цели абсолютно другая И в 21 веке, после того, как было опубликовано огромное количество книг о том, как телевидение влияет на реальность Мы увидели картинку, которую, наверное, мне лучше будет сейчас показать несколькими схемами Шпунькни Давайте себе представим, вот там земля, луна А лучше мы представим себе вот это вот все, вот это огромное пространство Представьте себе, что это вот культурное поле Сюда относится все Театры, телевидение, вот это, а здесь все то, что продуцирует культура Вот как бы, если взять массу, то телевидение, в общем-то, его немного Вот продакшн-компании, спутники, персонал Его намного меньше, чем вот этого огромного пласта культуры Но чем больше вы начинаете изучать вопрос влияния телевидения на культуру Тем чаще вам будут попадаться графики, в которых мы видим Нажми Мы видим совершенно отдельную действительность телевидения, которая пересекается с нашей реальностью Но тем не менее, телевидение — это совсем отдельный мир, отдельная реальность Со своими отдельными законами И как бы, да, как бы оно отзеркаливает вот нашу реальность Но тем не менее, существует удивительная штука Несмотря на то, что оно отзеркаливает эту реальность Телевидение, которое является одним из самых мощных воздействий Одним из самых мощных инструментов воздействия оно меняет и вот эту реальность. То есть телевидение отзеркаливает свою реальность на реальность вот нашу. И наша реальность начинает меняться. Но поскольку телевидение очень быстро реагирует на любые изменения, а сеть телевидения уже просто огромная, как и сеть интернет, то, соответственно, она еще быстрее реагирует на изменения нашей обычной реальности. В итоге получается вот такая жутковатая зона конфликта. Следующий кадрик дай. Для того, чтобы разобраться нам самим в том, вот в этом взаимовлиянии телевидения на нашу реальность, мы решили сделать проект, который, собственно, называется «Жидкое телевидение», в котором мы начинаем изучать и фиксировать, и зеркалить не вот эту реальность, реальность нашего мира, данную нам в ощущениях, а вот только реальность, которую создало телевидение. И мы попросили всех наших коллег и тотемовцев, и не только, делать сюжеты так или иначе связанные с реальностью телевизионной, не настоящей, а вот реальностью, которая представляет телевидение. И в итоге у нас получилось три тома этого жидкого телевидения, в которых мы ставили несколько задач. Задача первая. Собственно, жидкое телевидение состоит из хроникального, документального и игрового материала. И перед тем, как я буду рассказывать о их взаимоотношении хроникального, документального и игрового, пару слов о самом процессе, как вообще оно создавалось. Ну тут у нас еще был целый ряд эволюций. Получается, первая ЖТВ, которая вышла, получилась таким образом. Мы действительно пытались создать атмосферу телевидения, то есть люди готовились в какой-то степени пародийные сюжеты, но в момент того, пока готовились эти сюжеты, обнаружилось то, что у многих в загашниках дома лежит материал, который был снят, подсмотрен или каким-то образом преподнесен, то есть вернее, который можно преподнести с каким-то неожиданным, например, меродобавлением саунда, где он будет выглядеть несколько иначе, где появится какой-то подтекст, где появится какое-то новое настроение, то есть материал, который невозможно использовать в принципе уже никуда, ни как в документальное кино, ни как в игровое, но тем не менее он у нас каким-то образом остался. В результате третье ЖТВ уже было больше соткано из менее постановочных вещей, насколько я помню, если так посмотреть по масштабу. Идет тоже своего рода какая-то эволюция, когда уже мы начинаем мыслить таким образом, что в реальной жизни происходят такие вещи, которые чуть-чуть меняя окрас, дают возможность нам увидеть совершенно иное. У нас было несколько проектов, связанных с смесью социологии и искусства. И одним из таких глобальных направлений вот в этом миксе социологии и искусства это было поиск микрособытий. Ну вот макро и микрособытия. Макрособытия — это вторжение войск К в государство С. Макрособытия — это большой ураган Че, уничтожает там шесть городов государства Х. Макрособытия, которые как бы обсуждаются всеми новостями, они понятны, они видны, их трактовка может быть самой разной, но они в первую очередь попадают на полосы газет. И есть микрособытия. Микрособытия касаются человека, его частной жизни, его приватной жизни. Например, господин Че вспомнил, что он обнаружил в записной книжке телефон своего старого друга. Такое микрособытие. Когда господин Икс выбрасывал мусор, обнаружил там фотографию, на которой он увидел себя со своей первой девушкой. Это микрособытие. И вот мы поняли, что для нас намного интереснее будет извлечение микрособытий, чем рассуждение на тему совершенно глобальных каких-то явлений. И чем больше мы углублялись в материал вот этих микрособытий, тем ясренней для нас была причина вот этих больших макрособытий. Мы сделали несколько спектаклей, сделанных полностью на основе вот этих вот микрособытий. То есть мы брали интервью у самых простых жителей нашего города для того, чтобы просто узнать о том, как они живут каждый день, какие вот маленькие события их потрясают. И мы старались выстраивать этот спектакль так, чтобы в нем практически не было таких вот экстремов, то есть суперважных событий. Мы хотели показать самую обычную жизнь и разобраться, что для обычного человека является вот этим событием. И таким образом мы и всей нашей братии, которая занималась жидким телевидением, дали задание поиска вот этих вот маленьких событий. В итоге была масса очень интересного материала. И среди них, например, просто чтобы вы понимали, что мы анализировали, что попадало в жидкое телевидение, что уходило, иногда были картинки вот хроникальные, в которые даже самого действия, которое обусловлено событием, его не было. Например, мне принесли несколько видов города. Один из них такой совершенно грустный участок в Одессе, где абсолютно такие серые здания. Автор умудрился снять кусочек, когда не было ни одного человека в яркой одежде. И в центре композиции стоял такой баллон с воздушными шариками в виде Микки Мауса, веселых всяких этих мультяшных героев. И вот в таком городе, абсолютно минорном, таком грустном, апокалиптическом, стояло вот такое Peace from Hell. И мало того, там был еще один замечательный элемент, который притянул эту картинку в жидкое телевидение. Этот человек, который продавал шарики, ему показалось, что будет действительно здорово, если будет играть еще музыка из детских кинофильмов. Ну для того, чтобы, разумеется, как бы привлечь аудиторию для покупки этих шариков. Он выжил все из своего прибора, и он хрипел так, что кроме этой картинки по саунду мы слушали нойз, жесткий, страшный нойз надвигающейся катастрофы. И вот такие кусочки, большей частью эстетические, они, собственно, и являлись основной кожурой жидкого телевидения. То есть для нас очень важным аспектом была именно эстетика. Давай. Дело в том, что еще материала набралось очень много. То есть по большому счету жидких телевидений можно было сделать штук шесть, мы сделали три. Меня слышно, да? По поводу того, как, собственно говоря, собирался материал. Были иногда некоторые сюжеты, которые сами по себе самостоятельно смотрелись очень интересно, но они не попадали в ЖТВ, потому что всегда смотрелся именно как целостный материал. То есть он создавался по ритмической динамике таким образом, чтобы иногда разбавлялось более слабыми сюжетами, потому что если напичкать только одними сильными сюжетами, теряется ощущение их силы. И это всегда шло волной, когда зрителю нужно было давать отдохнуть и при этом постараться держать его в постоянном ритме. То есть материал собирался как единый живой организм. И еще, может быть, пару слов я скажу про таких людей, как Меньшов. Это сейчас? Да? Или нет? Давай лучше как раз, наверное, да. И начнем сейчас с… Я и скажу, да? Удивительные люди есть у нас. Дело в том, что в Херсоне, как сказал Макс, наивисты, это было настоящее открытие, потому что они к нам как-то пришли, припочковались, они показали свое первое видео, отчего мы несколько секунд сидели молча, потому что невозможно было представить, что человек на полном серьезе мог снять подобное видео. То есть человек, чем он думал, как он думал, и что, собственно говоря, его привело именно к созданию такого ролика. Если господин Меньшов, который сделал целую сеть, у себя на Ютубе называется Меньшов, по-моему, ТВ, и откуда мы могли даже почерпнуть с его разрешения очень большой материал, как, в принципе, своего рода это даже самобытность. То есть это очень спорно, все, что касается его творчества, но, тем не менее, это творчество, которое в какой-то степени заслуживает внимания. Я продолжу, потому что это важно. Вы, наверное, сталкивались с наивом. Вы ходили на выставки наивистов? Наивные художники. Да-да-да. Вот. И есть один удивительный момент, что нас, как кураторов, притягивает к наивной живописи. Это удивительная искренность. Такое настоящее true искусство. И мы, когда собирали материал для жидкого телевидения, разумеется, у нас было табу на использование Ютуба и роликов, сделанных не в нашем регионе. То есть тут главное было, чтобы все как бы были наши. Ого, как националистически звучит. В общем, да. И вот когда мы отбирали вот этих вот наших, мы обратили совершенно особое внимание на творчество вот таких людей, о которых говорил Саша. То есть люди, которые действительно очень хотят снимать кино, но как бы мы их не обучали, а многие из наивистов потом пришли в школу нашу, которую мы создали. И в школе, понятное дело, в основном были студенты, студенты там средних, старших курсов. И вот эти вот взрослые люди, которые очень сильно хотели снимать кино, но на самом деле их ценность этих людей, и ценность их творчества, их взгляда на жизнь, очень часто хроникального взгляда на жизнь, в том, что они совершенно по-особому оценивают. Если мы будем напичкивать знаниями о арочной структуре главного героя, о развитии сюжета и так далее, о композиции и все, то они теряются, и да, они теряют свое баяние, они как бы пытаются равняться, как бы пытаются обучаться, но поверьте, там весь в кайф именно в этом необработанном алмазе. Поэтому мы в жидкое телевидение вклинили огромное количество взгляда людей, которые очень наивны, очень искренни в своем видении мира. И поверьте мне, сколько бы мы не читали умные и культурные литературы, все равно мы будем оперировать какими-то штампами, да, профессиональными штампами, но тем не менее. А то, что показали они, а что я говорю? Давай мы покажем сейчас рэпец, мы рэпец покажем. Мы покажем вам рэп, херсонский рэп. Вот это. Вот это. Будьте готовы. Не, не, пока нормально. Здравствуйте, милая. Скажи, сколько мы вместе? Уже как год и думали, что споры неуместны. В этой песне я расскажу, как сильно я тебя люблю. Твой голос смешный может разогнать любую тьму. Я не могу понять, за что ты любишь меня. Но этот статус, поверь, не хочу я менять. Ведь без тебя мне будет жить и сложно. Твоими руками моя дорога уложена. А я лажаюсь и просыпаюсь, думай, не мешать тебе. Ты приходишь во сне и в каждой жизни строке. Ты помогаешь порой не совершать грубых ошибок. За это солнышко я добавлю тебе спасибо. Скажи, ты видишь небо, которое я вижу. Видишь яркие звезды, которые я вижу. В каждом прохожем вокруг я вижу тебя. И в отражении в воде я тоже вижу тебя. Только ты — это все мои мечты. Мои мечты. Только я — это все мечта. Моя боя. Моя боя. Мой мечты. Моя боя. Моя боя. Ты поверь, что я смогу добиться высоты Дальний шанс, впереди новый поворот Все так же, как и раньше Люблю все новое и поддерживаю движение Пацанов с районов, хоть я бы не ношу Но с музыкой в душе, с плеером Среди огней иду я по шестям Пускай косит слабаков, я против течения Про все на свете, имея собственное мнение Но иногда поверь, я забываю обо всем Тогда со мной рядом, лишь ручка и в окно Но среди этой суматохи жизни Здесь я и ты, остальные, проходят мимо Словно призраки, не замечая нас Им нет совсем до нас дела Ведь нашу жизнь мы только вместе делаем Только ты, это все мои мечты Мои мечты, только я Это все мечта моя, твоя Другие жизни нам выпало все в тюрьме А значит будем вместе мы Намного, намного, намного нет Твои глаза часто наполнялись слезами Ведь все уплёки были просто мелочами Давай забудь мы старое Теперь ведь по-другому И ты теперь не стала совсем-совсем родной Новая история будет вписана с нами вместе Билетом туда, где живут ублённые мысли Я навесил кисти на небе замки из песка Разрушить их или нет, ты решай сама А если вдруг услышишь, лежат на мне бедром Не бойся, это моё сердце бьётся своим в унисон Что бы ни случилось, мы всегда будем вместе Подругой, любимой, а потом невестой Мы такие разные, но в то же время так похожи И нас никто солнышко разлучить не сможет Только через год понимаешь, что это любовь В этой лапстоле мы сыграли главную роль Этот вот такой материал Этого фильма, разумеется, не было в жидком телевидении Я просто вам показал тот наив, который нам необходим Был для оценки совершенно отдельной эстетической среды Нашего маленького провинциального города Теперь немножко, почему же вот такое не вошло в ЖТВ О форме Если вы наберёте в гугле Жидкое телевидение То первые две ссылки будут на очень известный Очень знаменитый проект MTV Начало 90-х годов Когда они собрали Самых удивительных, самых талантливых И одновременно крышетёчных режиссёров И создали такой продукт Где сюжеты Очень сильно отличались друг от друга По форме и по времени А некоторые сюжеты, как Ион Флакс и знаменитый Бивис и Батхит Просто потом из того MTV-шного жидкого телевидения Родились в полномасштабные сериальные проекты Но для нас было важно не это жидкое телевидение Если вы пролистаете несколько страниц по жидкому телевидению Вы попадёте в удивительный мир Вот настоящего жидкого телевидения Которое, собственно, нас и вдохновило В далёкой островной Японии Много лет назад придумали формат При котором огромное событие Всего, что нас окружает Было сжато в маленькие сюжеты Которые ничем не заканчивались И ни из чего возникали Это была винегрет Такая нарезка В которой были ток-шоу Спектакли Анимация Все это было огромным миксом Некоторые герои, которые были в одном сюжете Они играли отдельные роли Могли совершенно другие роли играть в следующем сюжете Это было почему жидкое? Потому что и герои перетекали И стилистика перетекала из одного в другое И самое главное На чём акцентировалось внимание Что сейчас в эпоху зиппинга Когда мы не досматриваем Многие передачи до конца Смотрим самое интересное Переключаем Игнорируем часто рекламу Продукт, который откладывается в голове Он не цельный Он состоит из таких кусочков И японцы в своём жидком телевидении Облегчили для нас задачу Они сами стали переключать канал Для того, чтобы мы даже не парились Не поднимали пульт И поэтому по форме Мы решили придерживаться правила Когда не выходит сюжет показать до конца Нам нужно где-то по ритму Или по интуиции обрубить Мы обрубаем И в итоге у нас получился Такой винегрет абсолютно всего Где очень много было хроники Эстетизированной хроники И документального материала Игрового Что такое игровой материал? Сейчас подожди нажимаю Сейчас мы сначала узнаем Нет ли в зале детей до 18 лет? А посмотрите направо-налево Не сидит ли с вами ребёнок? Дело в том, что Да, сейчас мы покажем сюжет Чёрный чайник Есть такая группа у нас Которая очень активно участвует В жидком телевидении Группа называется Насосы Туда вошли художники современные И дизайнеры Эта группа Каждый год выпускает Такой сборник новелл Новелл для наших маленьких Локальных фестивалей И сейчас я хочу вам показать Фильм, который Всегда я показываю На мастер-классе Для чего? Для того, чтобы Во-первых, вы увидели Какой игровой материал Используется в этом жидком телевидении А во-вторых, там есть один очень важный момент В этом фильме Да, его нет же Это разговор Похож Что мы показываем Если он крутится там В фильме два героя Один герой Он эту историю, которую вы сейчас увидите Он её придумал Он её отыграл Второй герой не догадывается Об этой истории Он выступает Как В реалити-шоу Просто соучастником проекта В конце которого Обычно идёт разоблачение То есть Все говорят, что Вас снимала скрытая камера Вот Здесь этого не произошло И Собственно, в этом И Драматизм сюжета И Когда мы отбирали Самые разные сюжеты Для жидкого телевидения Был очень-очень-очень важный момент Разумеется То, что во многих из сюжетов Есть ирония Это, конечно, плюс Потому что Как бы Иногда Аудитория идёт просто посмеяться Но Очень много сюжетов А-ля КВН Было отброшено Где вот просто смех Как бы ради смеха Ну вот Падение на банановой кожуре Вот нам важно было бы Чтобы Всегда Был Трагикомизм В отобранном сюжете И вот здесь Одинаковое количество И смешного И крайне трагичного Поэтому давай смотреть Чёрт Блядь Диплом в пичке Блядь Диплом в пичке Диплом в пикке Набудом в пичке И вот здесь Диплом в пичке Набудом в пичке Идём в пице Идём в пичке Мам, блин, что за хрень? Мам! Это херня какая-то. Мне вас длили кровь, это же бля, чайник гибается, реально. какой ветер нахуй блядь сочи библии принеси икону какую принеси какую-то икону я тебе говорю принеси икону я тебе говорю какую-то блин а начальника я начальника тёщи еще я знал что он надо я тебе говорю выкинь его нахуй положи икону туда положи икону туда я тебе сказал положи икону положи икону туда вот начальника икону поставь поставь впереди поставь впереди все и батюшку ни хрена не провод батюшку вызывать надо отойди отойди я напряжаю человек и понимаю что делать провод там тянется это тёщий чайник она его всем знает где взяла не ебнулся я все батюшку сейчас надеваем пусть освещает я это наблюдал два раза, кто двигается как будто вы и двигаетесь это на вот этой поставочке это самая кровать не будет нехрена это инопланетяне это инопланетяне я и сама видала это это инопланетяне или то, что кто щенчайник все на купки не заходите, если мне батюшки звонят как можно ты? да, ну не может человек вот так нормально не понять это, кто есть блин, меня всего в кофте это уже у меня такое я знаю, за чего он двигается ёб твою мать это совсем сложно это просто твоих кодировки вонючие я тебе что я сказала это нормальные доказательства ну давно у нас надо поставить его никудычную надевать, просто на медокроводе не трогай его не трогай, вообще не трогай надо фактировать надо фактировать да я его пока не боюсь, брат все ну возьми его возьми, потому что я его боюсь только перекреститель или икону это так и это 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не выходит за грани любительского студенческого трэша Да? Кажется Выходит Почему вы тогда считаете, что эта реальность очищена от жизни реальной? А, ну как раз не очищена Вот уж где действительно самая настоящая реальная жизнь Почему? Она же искусственно очернена Вы в каком-то другом мире живете Нет, это такая она и есть, уверяю вас Дело в том, что может быть существует разница между провинциальным и столичным городом Но есть тут какая еще интересная штука А мы еще, кстати, легко вам продемонстрируем Вот про искусственное очернение Давай-ка мы сейчас покажем финал жидкого телевидения номер два Сейчас пока Александр достает Вот здесь история придумана Она сансценирована Хотя она, мне кажется, классическая Поэтому мы ее и демонстрируем Но сейчас я вам покажу другой вариант То есть хронику настоящую Где камера закреплена И герой, который снимает, его нет Он, это тоже наш художник Вы уж извините, только-только херсонцы в этой обойме Он на протяжении двух лет Делает коротенькие сюжеты Которые уже демонстрировались неоднократно В разных московских галереях Хотя он совершенно юн А что это за сюжеты? У него папа сильно пьет Очень сильно Но до такой степени, что мне кажется Что уже в таком состоянии Четыре года, но уже никак нельзя провести И эти сюжеты Часть из них вошло Часть из них уже действительно вошло В жидкое телевидение Если ты извлечешь Из-за кромов Сейчас мы покажем реальность Вот как бы уйдем от То, что напоминает студенческий трэш Вопрос такой Наверное, он будет в теме того, что было Финансирование вашего проекта Тут такая очень странная ситуация Дело в том, что... Кто за это берется? Да Вот жидкое телевидение Когда я говорю, что мы разрабатываем культурные программы У нас действительно есть несколько Довольно крупных грантов На вот эту нашу культурную деятельность Но жидкое телевидение Это такая инициатива низов То есть мы решили Мы спросили, во-первых, у нашей пасты Вам это интересно? Они сказали, что очень То есть здесь как бы Никакого финансирования нет Оно нулевое Но есть одно но Два сюжета из жидкого телевидения Были изъяты, потому что мы его продали В Центре современного искусства Вот То есть их уже нет, потому что авторские права И все, что с этим связано Вот такая штукенция вышла А можно детальнейше? Что это за сюжеты были? Да Один сюжет, это о русском языке Его купила Москва А второй сюжет, который вы действительно уже нигде не увидите Потому что мы очень честные Мы его удалили отсюда Сейчас я вспомню название Как коты Как коты Знищили китайских пидурсов Вот это взял замок уездовский Да Вот это да У меня тоже есть вопрос Продолжение Попереднее вопрос Про треш, не про треш Но кто аудитория? Как вы уже сказали Это больше напоминает Визуальное мистинство То есть люди, которые любят мистинство Ну сами, мабуть Люди, которые это выготовляют Их друзья и родители А кому это интересно еще смотреть? Или у вас там в Херсоне Может быть какие-то заходы Там аншлаги Да, там феномен какой? Вот это делалось, как я сказал Но только для аудитории Этих всех Неправильной ориентации людей Из бочинцев Для людей, которые занимаются современным искусством Он изначально должен был демонстрироваться Только в галереях Но уже сразу же первый показ Во Львове На тыжне актуального мистерства Сразу разбил его То есть он вдруг стал демонстрироваться Как кинопродукт И дальше он стал почему-то путешествовать Как кинопродукт Для нас это было удивлением Потому что да Все это, несмотря на то Что это замешано На вот этом удивительном миксе Игрового кино Четкой хроники Даже не хроники А такого вуэризма Подглядывания Но из того огромного количества Подглядывания Выбирается эстетика Которая характерна Только для современного искусства Но почему-то Не знаю Можно проанализировать Почему оно идет И как киноматериал Но он идет уже как киноматериал После переработки В версии, которые демонстрируются в галерее Есть сюжеты очень длинные То есть они специально Как и видеоарт Который требует погружения и медитации Они шли большие Но для того, чтобы он воспринимался Аудиторией как цельное произведение Полностью переделали под ритм Характерный И под вообще композицию Которую бы можно было воспринимать Зрителем Который сидит в аудитории И должен просмотреть Там час материала Еще один вопрос Скажите, пожалуйста И там возможно прозвучит Несколько невежественно Но все-таки Эта работа имеет какой-то смысл? Или же это просто фильм ради фильма? Ну, чтобы показать трэш? Или же здесь какой-то скрыт Там сакральный смысл И вот это вот это образы? Да, там из того миллиона сюжетов Которые мы отбираем Там выбираем только те Которые со смыслом То есть там какая штука Существует вот эта проблема Извечная За что огромный поклон Замечательному Роману Бодорчуку Который спровоцировал Докудейс на прием этого материала Существует, к сожалению Две коммуникативные среды Мы сейчас не видим Ни одного коллегу и куратора Который этот фильм Уже видел у себя в галереях Они как бы Вот эти коммуникационные среды Почему-то не пересекаются И нам очень хотелось Чтобы вот этот язык Который иногда кажется Непонятным и абсурдным Чтобы он прозвучал В другой аудитории Вне аудитории современного искусства Просто, конечно же Мы сейчас можем С Александром скрестить нога на ногу И реально рассказывать вам Вот эти коды современного искусства Переводить с этого языка На язык другой Язык современной драматургии Драматургии документального кино Но напомню вам Здесь кроме документального кино В жидком телевидении Вон там оно демонстрируется Много хроник И хроника выбирается Не столько по принципу прикола Сколько по принципу отдельной действительности Совершенно особой Иногда ранящей Но это наша действительность Которая нас окружает Мы, для примера В одно и то же время Снимали на удивительных пляжах Херсонщины Сейчас объясню, почему они удивительные Приехала наша команда Снимать маленькие сюжеты И приехали два Очень-очень хороших фотографа из Москвы Среди них Сергей Братков Которые фиксировали Вот этот удивительный мир Совсем другой мир Что в нем удивительное? С одной стороны, конечно, да Да, это вот этот вот самый трэш Но смысл в том, чтобы трэш показать Крайне эстетски, запредельно И этим самым Вогнать его в совсем другое эстетическое поле И удивительно, что мы работали В одних и тех же локациях То есть мы выбирали одни и те же вещи Которые определяют нашу действительность У нас же сейчас какая еще интересная Смешная история произошла Очень сильно в Херсоне переживали То, что нету Крыма Переживали недолго, потому что поняли Что теперь мы становимся Наши пески становятся жемчужиной Украины Так мы были всегда на третьем-четвертом месте После Крыма А теперь мы на первом на юге Там удивительный плацдарм для творчества И вот несколько сюжетов, которые вошли в жидкое телевидение Они как раз были сняты в нашем железном порту Когда я говорил, еще опять-таки возвращаясь к важным вещам О том, что я показывал вам схему О вот этих двух реальностях Реальности, в которой мы живем И реальность телевизионная И реальности, которые очень сильно друг на друга влияют И чем больше вы изучаете все эти вопросы Вот не дай бог вам кому-нибудь попасть в пиар-агентство И продвигать какую-нибудь идею Используется весь арсенал черных средств Там от NLP до всякой ерунды И в телевидении вот это вот влияние на нас, на потребителя Нами как бы оно, ну действительно мы не замечаем этого Тем не менее существуют определенные тесты Которые показывают, что да, это влияние очень сильное Я сейчас даже не говорю о этой удивительной информационной войне Которая разразилась Даже до этого уже ощущалось то, что телевидение может практически все И мы написали несколько статей Которые говорили о том Как исследовать культурную среду Только наблюдая жидкое телевидение Фу, извините, просто телевидение региона То есть как вот узнать о стране, о людях, о обычаях Наблюдая только телевизионный контекст И у нас есть такая подборка, которую мы не взяли Потому что она уже такая очень специализированная Это подряд зиппинг То есть камера снимает телевизор какой-нибудь страны И кто-то там из наших героев зиппует Чтобы просто увидеть, какой контент Что производит то или иное телевидение И мы решили вот продемонстрировать Я только не знаю, какой из них Давай какой-нибудь крэзи, чтобы вы просто увидели Сейчас я хочу просто сказать, объяснить Было показано два сюжета Наив и трэш Молодой человек, кто-то, по-моему, ты задавал вопрос Почему, собственно говоря, трэш Я просто хочу объяснить В самом жидком телевидении большое количество разножанровых Это сейчас представляется И как бы два показали крайних случаев Как трэш и наив Но именно они используются Опять, кроме того, что как представление То, что я говорил Именно такое существует Опять-таки, есть в этом, ты и сказал, подтекст Подтекст в том, что, в принципе, это своего рода Ну, самого этого видео нет Ну, то, что насосы вы сейчас видели Это просто Макс принес, как показатель Но, тем не менее, само телевидение Вот такие, например, сюжеты, если они попадают в жидкое телевидение Это как гипертрофированное представление Даже о том же телевидении Сколько грязи, сколько всего, может быть, жесткого Показывается на наших экранах Это все имеет некоторый пародийный подтекст телевидения То, что все, что заложено Опять-таки, разные стилистические сюжеты Они бывают и ближе к пониманию обычного телевидения И совершенно далекие от него Все это имеет какой-то пародийный оттенок И он усиленным эффектом Дает, в принципе, нашу нелюбовь к самому телевидению То есть приблизительно так Потому что люди, которые занимаются жидким телевидением Это люди с совершенно разными вкусами Это разные группы Количество людей это достаточно большое Но продукт не должен выглядеть однообразным Чуть-чуть ответил, да? Да Все Давай просто любое шоу Нажми японское, чтобы мы понимали, откуда все это ДИНАМИ 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 Продолжение следует... 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 И мы послали двух отъявленных дизайнеров для того, чтобы они презентовали жидкое телевидение у нас на местном телевидении. И, собственно, то, что вот это демонстрировалось, это был акт искусства. То есть вот эта демонстрация, то, что люди находились в ток-шоу местного телевидения, обсуждали, слушали островные вопросы от ведущих. И то, что потом демонстрировалось на канале, который смотрится в основном в области. То есть у нас этот канал, наш провинциальный, он имеет очень мощный передатчик. Его в городе не смотрят, потому что считают тупым, а практически он демонстрирует на всю область. И вот как бы демонстрация жидкого телевидения на область, это было действительно вот таким месседжем, посланием. Микрофончик. Макс. Микрофончик. Демонстрироваться как продукт на телевидении, да? Нет? Микрофончик, да, как бы входить туда, потому что у документальных фильмов очень мало, и все равно в процентном соотношении зритель, количество зрителя. А если, ну, чтобы оно входило, и нужно ли ему входить? Ну, во-первых, такой цели никогда не ставилось изначально, чтобы оно было каким-то продуктом телевидения, потому что, учитывая этот продукт, ну, для некоторых из нас как элемент нелюбви к телевидению, вот, это во-первых. А во-вторых, это все-таки галерейное видео изначально, которое должно, вот как Макс с самого начала говорил, что циркулировать по кругу, что человек не должен смотреть его целиком, вот он заходит в какой-то фрагмент, смотрит, насколько его хватает сил, терпения или интереса, и уходит. То есть этого не должно, вроде бы, быть как таковое. Но это я свое мнение высказал. Ну, я вам уже говорил, тут еще какая история. Если мы будем просто демонстрировать даже хорошее телевидение документальное у нас на наших, допустим, провинциальных каналах, то у него не будет аудитория, это само собой. Но еще раз вам то, о чем говорю, о том, чем я в самом начале заявил. Когда я спрашиваю студентов вообще о документальном кино, они же его не видят. Но стоит сделать нормальный просмотр с обсуждением, и получается огромное количество адептов. Мало того, после того, как мы первый раз, это было очень-очень давно, когда вообще Докудейс позволил нам показать свой Best of, после первого же показа многие, кто снимал либо видеоарт, либо только игровые фильмы, или вообще занимался там с таким студенческим трэшем, они решили, ничего себе, так вот где правда, брат, вот где true. И у нас уже, Ольга, поправь меня, два раза был фестиваль «Документальный марафон». Вот. То есть у нас уже появился фестиваль, на котором наши молодые снимали четко в формате документального кино. Просто аудитория должна действительно увидеть хорошие фильмы, боюсь, что не по телевизору, где он просто, ну, он исчезнет, он не будет воспринят. И еще два вопроса. Первый, почему редкое телевидение, это не больше интрига, почему оно там не твердое и газоподобное. А второе, так и больше развернутое до того, про что Вы говорили, что есть сегрегация между современным мистецтвом и кино. И да, как мы видим, киношники, они, мне кажется, не видят для себя какого-то практичного пользования, как сценарии разработать, как там на фестиваль подать, на питчинг, они от не врубаются взагалі, до чего это рідкое телебачение, с одного боку. И, с другого боку, тоже были, например, несколько у нас дискуссий на майстер-классах, и какие-то такие запитания критичного характера задают художники. И ось, почему так, по-перше, выходит, а по-друге, мне кажется, что это, что Вы делаете, очень напоминает такой направление арт-кино. И это, как бы, попытка поедать визуальное мистецтво с кинематографом, которая могла бы, как мне кажется, сначала там расширить аудиторию, снять межи, но так вышло, что она еще больше ниже. Я начну с первого, потому что я сейчас забуду первый вопрос. А первый был, почему жидкое телевидение. Жидкое телевидение, потому что там одним из критериев оценки материала для жидкого телевидения существует вот эстетика будничного материала. И для того, чтобы ее нормально подать, нам нужно, чтобы сюжеты рушились, чтобы они ушли от публицистичности. А когда мы читаем лекции по кино, мы каждый раз говорим о том, что вот да, кино сейчас такое, как оно есть, публицистическое, это прекрасно, но оно перестает быть искусством. И, надеюсь, Вы согласны, что то, что сейчас мы видим, то кинематограф, который 98,9% демонстрируется, это не является как бы искусством. Это реальный аттракцион. И даже большая часть любимого нами всеми артхауза тоже уходит в аттракцион. И все это из-за того, что кино вышло из вот этой литературы. И когда мы говорим о жидкости, о перетекании сюжетов, о форме превыше всего, и где эстетика диктует форму, диктует наполнение, диктует рассказ, эстетика картинки, и антиэстетика, да, правильно, еще много антиэстетики, вот это является элементом жидкости, перетекания. То есть мы не можем создавать вот такую логическую структуру, которая существует в кинематографе, дабы показать совсем другое. Не историю, рассказанную литературным языком, а историю, рассказанную с помощью средств медийного искусства. Вот, поэтому я тоже удивляюсь, каким образом мы вдруг очутились на документальной территории, но это же здорово, потому что вот мы объединяем. Второй вопрос, Надя, напомни, пожалуйста, был про… Межи. Чему такие стильные межи между мистецтвом и кино, между этим твердым и редким? Ну да, да, да. Вот. Вот как раз вот тут проблема в том, что действительно вот кинематограф современный, может быть, даже большая часть документального кино, оно очень сильно приближено к литературе, к рассказу истории. Это действительно очень хорошо, потому что чем ярче, точнее мы расскажем историю, чем правильнее мы расставим в ней акценты, тем больше зрителей будет эту историю понимать. Но, увы, уйдет еще очень много дополнительной информации. Зритель цепляется за историю, за излагаемую историю, как за канат, по которому он выбирается на вершину понятия этого материала. И шаг в сторону, шаг вправо, шаг влево — это можно споткнуться и упасть вниз, ничего не понять. Для документального кино и для художественного вот это обрезание этого каната — это потеря аудитории. А в современном искусстве существует куча других страховок, которые помогают вытянуть продукт, арт-продукт, на уровень понимания другой. Ну я тут просто фраза прозвучала, когда нет конструктивного понимания того, зачем это делается. То есть когда-нибудь из твоих уст был такой момент. Не конструктивного, а скорее прагматичного. Прагматичного. Ну вот насчет прагматичного. Тут есть такой момент. Да, прагматизм. Тут есть такой момент. Я опять-таки буду говорить только за часть людей, которых я знаю, потому что я не со всеми хорошо знаком, даже с теми, кто принимает участие в подавании материала жидкого телевидения. Кто-то его делает искренне, кто-то для себя. Но в основном я могу сказать за часть людей. Например, даже за себя я пускай скажу. Я снимаю игровое кино, иногда хочется побаловаться. Вот ощущение просто сделать, вот бывает даже работа на заказ, если я не знаю, кто-то сталкивался с таким, кто-то занимается, например, переводами или писанием текста, пишешь текст на заказ, маешься, написать какую-нибудь ерунду, лишь бы написать, намного легче идет, чем то, что делается за деньги. Это своего рода для части людей, как отдушина от какой-то работы. Для дизайнера, например, он сидит, постоянно занимается дизайном. Ему хочется сделать какое-нибудь видео, которое бы просто было бы отдушиной. Не для чего. То же самое, как для меня, для киношника. Мне интересно сделать какой-нибудь пародийный ролик. Не для чего. Просто как приятное времяпрепровождение, которое дает отдачу, что, опять-таки, кто-то правильно говорил, идет ли это на публику или только вот для своих, даже когда все собрались, посмотрели, это своего рода тоже получение удовольствия. К тому же, если вдруг оно становится еще и как-то интересным, востребованным где-то в других городах, то это дополнительное удовольствие. Точно, ты правильно сказал. Мы же не извращенцы, елки, действительно. У нас у всех есть нормальная работа. Он снимает абсолютно вменяемые фильмы, абсолютно по канону кинематографическому. Я занимаюсь дизайнером и как арт-директор веду такие серьезные, ну, где-то даже, может быть, скучные программы по культурному обмену, там, обучению студентов и так далее. Но все равно то, что нас греет, это вещи абсолютно некоммерческие. Это вот современное искусство. Хотя очень часто оно иногда преодолевает эту грань и вдруг неожиданно очень становится коммерческим. Очень неожиданно для многих из нас. А так нормальные, честно нормальные. Ну вот. Спасибо. Еще, люди, мы хотим задать вопросы. Давайте, это вот и остальное запутание. Вот смотрите, телевидение, как такое, оно направлено на захват внимания зрителя. А у вас захват зрителя идет как бы тем, что выделяется как бы из жизни обыденного, да? То есть что-то из всего, ну, из 24 часов выделяется какой-то фрагмент. Вот этим, да? Вот чем вот такое, по вашему мнению, будет существеннее и лучше, в отличие от всех вот этих техник NLP, привлечения, нагнетания страха и так далее. А мы не используем все эти техники, мы используем только… Да, за телевидение. То есть оно все вот это использует, вот, и, соответственно, получает результат у зрителя, да? Да, да, конечно, да. Он использует, там, делает определенные действия, вот, зашивание программ. Какие вот действия будут у зрителя после просмотра вашего? У нас просто кардинально противоположные задачи. То есть у телевидения действительно одна из самых важных задач – это продаться. Для того, чтобы получить максимальное количество рекламного времени и опять продаться. Вот. Да, есть, да, точно, я про общественное телевидение, конечно, да, что я говорю. Да, есть действительно разные телевидения. В любом случае телевидение, к сожалению, оно не может выжить, потому что этот продукт очень технологический, технологичный. Любые технологичные продукты не могут жить без финансирования как такового. Они в любом случае должны соответствовать по требам своей аудитории. Не существует телевидения с позиции ноль, но не может его быть. Об этом мы так хорошо спорили с замечательными режиссерами из московского театра ДОК, которые делают удивительные вещи. Смысл в том, что… Вы слышали вообще такое понятие «театр ДОК»? И они говорили о том, что, конечно же, в идеале вот было бы просто замечательно, если бы многие наши спектакли, они бы действительно были сделаны вот с этой универсальной, практически недостижимой позиции ноль. То есть когда режиссер и драматург не заангажированы, не поддерживают абсолютно никакую позицию, а как хороший журналист, нет, не хороший, даже идеальный журналист, пытаются действительно рассмотреть все-все-все стороны конфликта. Но такого не может существовать, вот, к сожалению, в принципе. Да, мы, конечно, все очень хотим, чтобы была, да, возможность и в театре, и в том числе в телевидении приблизиться к этой позиции ноль. Но это очень-очень сложно сделать. Как только мы теряем финансирование, там начинаются свои проблемы. Поэтому мы этот проект делаем абсолютно без денег. Я еще скажу пару слов о том, почему этот проект у нас на Докудейс. Просто я еще в отборочной комиссии, я смотрю около 300 фильмов для этого фестиваля. И в этом году как-то особенно заметно то, как одинаково все фильмы сделаны. То есть вся эта структура копродюсирования, финансирования, вся эта настройка из редакторов, которые рассказывают, каким должно быть кино, она на самом деле мешает. И, ну, то есть трехактная структура, герой, все эти вещи, просто ты смотришь подряд 10 фильмов одинаковых, разный только герой и какие-то там фон за ним, да, все остальное абсолютно идентичное. И когда я увидел жидкое телевидение, я понял, что это важно даже для кинематографистов посмотреть какие-то, ну, просто расширить сознание и посмотреть какие-то возможности, куда можно двигаться, потому что кто будет первым, тот победит. Вот и все. Отнеситесь, пожалуйста, к этому внимательнее. Я всех приглашаю еще раз пойти посмотреть. Возле красного зала есть бокс, в котором жидкое телевидение крутится по кругу. Там, где раньше стоял Александр Петрович Довженко, теперь он в боксе смотрит жидкое телевидение нон-стоп. Уже третий день. И еще завтра-послезавтра он будет его смотреть, и вы тоже заходите. Удивительная композиция, невероятно сложная структура, масса героев по монтажу, я считаю, что это большая высота. Спасибо вам, ребята. Спасибо, что вы приехали. Спасибо. 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 Спасибо.